Как бороться с черевоугодием, если у нас все праздники отмечаются застольем и каждая хозяйка старается приготовить повкуснее. Я не думаю, что вся наша жизнь состоит из бесконечных застольй и праздников, правда? Все-таки мы с вами, как православные христиане, постимся более 220 дней в году в зависимости от протяженности Петрова поста, включая, конечно, не только четыре поста, но и среда и пятница на протяжении всего года. Я думаю, что оставшиеся дни, тем более те, которые приходятся на праздники, не грешно будет отблагодарить рачительную хозяйку заботливую тем, что попробовать все блюда, приготовленные ей, и отблагодарить ее и Бога за вкусную пищу и возможность порадоваться ей и празднику. Другое дело, что, как говорит Писание, да никогда отягчаются сердца ваши объедением и пьянством, поэтому мы должны помнить, что все хорошо человеку в меру, и все равно правила вообще, самоощущение требует, чтобы ты вставала за стола с легким-легким чувством голода. Это не мешает тебе попробовать все предоставленные блюда потихоньку, понемножку каждого, быть благодарным хозяйке, не объесться и быть достойным участником всех застолий. И даже если пост или постный день, то ради любви, ради того, чтобы не смущать человека, который, быть может, не знает о нашем христианском образе жизни, мы можем и потихоньку, и всего, что нам предлагается попробовать, возблагодарив Бога, и не будет в этом греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.